Привет, дорогие мои красавицы, зрительницы! Я люблю снимать такого рода сезонные макияжи, потому что это макияжи, в которых я использую те продукты, которые я вам показывала, допустим, в покупках. Заодно вы можете увидеть, как они работают действительно на лице при создании нового макияжа. А также такие макияжи очень простые и быстрые, которые вам будет легко повторить. Ну и, конечно же, судя по количеству просмотров, то именно вот такого плана макияжа сезона вам нравится больше всего, поэтому с удовольствием вам представляю очередной макияж осени этого года. И начну с моей новинки пудры Dior, которая носится не на тональный крем, а просто на лицо. Эта пудра и без тонального крема достаточно хорошо перекрывает все возможные недостатки кожи, не слишком сильно, но опять-таки так, чтобы выглядело это просто по дневному, а не замазанным чем-то. Такого эффекта этой пудры будет вполне достаточно. Я также не буду использовать консилер, а эту же пудру буду использовать под глаза. Я оставляю не тронутым, только подвижное веко, где я буду сейчас наносить базу под тени. База под тени MAC Prep Plus Prime в самом светлом оттенке Light. Из моей наборной палетки Art Deco я беру 29-й оттенок, такой нейтральный бежевый перламутр. И его я наношу на все подвижное веко. И дальше пойдет тени Refill MAC в оттенок Ho, который я показывала вам в моих последних покупках. Этот цвет пойдет у меня на внешний уголок глаза. И вот это вот. И дальше в складку века. Больше я делаю акцент именно на складке века с внешней стороны. И дальше уже растушевывается в сторону середины века и внутреннего уголка. Ну и конечно же подтушевываю края цвета. Также совсем чуть-чуть выведу этот цвет на нижнее веко с внешней стороны. Добавлю в этот макияж изюминку. Буду использовать зеленый карандаш Inglot. Дальше реснички. Дальше реснички. Бровки я проработаю вот таким блондинистым цветом от Art Deco. И заканчивая оформление лица, наношу мой хайлайтер MAC Lightscapade. Дальше я буду использовать румяна Vivienne Sabo в оттенке 12. Это серия Taint Delicate. Это такие двойные румяна. Один оттенок посветлее, другой потемнее. Они выпускаются в разных цветах. Но у меня вот именно такой. И вот именно этот оттенок, мне кажется, самым натуральным. Вы сейчас увидите, этот оттенок выглядит именно действительно румянцем, а не румянами. При этом цветный цвет идеальный, если у вас совсем белая кожа, а более темный. Когда, ну, допустим, обычная кожа, как у меня, либо немножко даже на загар пойдет. Эти румяны несколько пылят, поэтому я вам покажу тот способ набора использования, который будет меньше осыпать их на вашем лице. Я использую вот такую кисточку Real Techniques, которая называется Satin Brush. И на кончик этой кисточки, вот таким образом, держа ее перпендикулярно, постукивая по румянам, я набираю на ее край этот продукт. Немного струшу излишки об руку и наношу себе на щечку. Посмотрите, вообще не видно, что это румяна. Просто, ну, какой-то натуральный такой, немного розоватый оттенок, который не выглядит румянами, а вот действительно, как будто бы это мой настоящий такой цвет румянца. Для губ я буду использовать помаду-карандаш Lumine Raspberry Miracle Lip Sorbet. Номер этого цвета 11. И он такой себе нюдовый, бежевый, но при этом в нем, как вы видите, есть много блесток. Эти блестки выполняют не очень хорошую роль на губах. Когда вы только донесли его на губы, это выглядит еще более или менее нормально. Но поскольку сама помада не отличается особой стойкостью, то получается такой неприятный эффект, когда помада с губ уходит, а блестки остаются. Это выглядит очень некрасиво. Такой был мой макияж усиний в этом году. Надеюсь, он вам понравился. Я буду рада видеть ваши лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Всех люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok